...культуру нанейцев, потому что в нашем селе проживает в основном нанейце. Это традиционная одежда нанейцев, халаты, мужские, женские, детские, они друг друга практически не отличались, разница, что длиной. Все шили с правым запахом, левый запах шили только покойникам. Так как нанейцы носили короткие штаны, как шовты, их обязательно заполняли такими ноговицами. Ноговицы мужские украшались на уровне колен и по низу, а женские только по низу, потому что халаты были длиннее. На рукавнике обматывали вокруг рукавов, чтобы рукава не задувал холодный ветер или чтобы рукава не мешали во время работы. Шапочка перешита неправильно, наушники носились отдельно. Поверх головы одевалась накидка белого цвета, которая покрывает плечи, спину, а подняк обещает от ветра, снега, дождя, от пыли, от гнуса. А поверху одевалась шапочка. Шапочка шилась из камуса олинах, ну, либо из других материалов. А сверху всегда пришивались хвости. Это соболь, белка или норка. То есть, чем богаче мягче, тем выше статус охотника. А обувь, здесь представлена обувь из рыбьей кожи. Кожа киты и ленка была самой прочной кожей, поэтому из нее шили верхнюю одежду и обувь. И даже сохраняли на ней ячейки, что придавало коже возможность полностью не промокать во время дождя. То есть, по ячейкам кожа, ой, вода скатывалась вниз. В качестве утеплителя обувь стелили мягкую сухую траву на октах, которую собирали на болотах. Саму кожу заготавливали ранней весной и поздней осени, когда не было мух. Сушили, затем складывали конвертом до 10 штук и на вот таких станках обрабатывали. Пока вся чешуя не подходит. Если было необходимо, то уже вручную оттирали ячейки для пошива детской одежды и нижнего беля рыбью кожу дополнительно обмазывали красной икрой. То есть, красную икрой толпли до образования кашицы, обмазывали, сушили и мяли. Затем снова обмазывали, сушили и мяли. Эта работа длилась до 6 месяцев, пока кожа не станет мягкой, как фланель. То есть, пригодная для младенческой кожи. А на таких станках обрабатывали шкуры животных. Этим могли заниматься дети, так как первые помощники матери. Здесь представлена традиционная посуда. Это плетеная и берестяная. Плетеную и берестяную посуду изготавливали в основном женщины. Плели из ивовых прутьев, из стальниковых корней. Дальниковые корни собирали в августе, когда корни отрастали до 10 метров и более. И они были одинаковой толщины и без ядра. Дальниковыми корнями сшивали в ивестяную посуду. При этом корень заранее замачивали в воде, чтобы он был эластичным и не рвался, не рвался. При шитье дуиса корень постоянно нужно смачивать в воде. Вещу, лябкой, чтобы он не высыхал, не рвался. Для нанесения черного-белого узора использовали краску. Это смесь красной икры и сяжек. Такая краска не смывается даже через много компонентов. То есть верхний слой бересты обмазывали полностью черной краской. Затем наносили узор, снимали верхний слой, и получается такой черно-белый узор. В таких ведерках... Воду кипятить можно, да? Нет, можно хранить мясо. Или молоко в течение нескольких дней в прохладном месте. Оно не испортится, потому что это чисто биологический продукт. Говорили, что каким-то составом бересту мажут и кипятят на окне воду на ней. Есть такое? Да, может быть. Это я у якутов был, у них тоже из бересты делают различную посуду, и они в ней воду кипятят на костре. А вот деревянную посуду изготавливали только мужчины. Ей в обиходе не пользовались, потому что она была ритуальной. Это ложки тоже ритуальные. Инонасе, как и все азиатые, пользовались палочками. То есть ели палочками.